Находимся мы в Коммунарке, рядом с филиалом Троицкой городской больницы по улице Фитаревская, 27. И увидели здесь просто такую, какую-то мощную, огромную стройку. Бурят с подсваи, тут что-то вообще такое, гул, грохот стоит, экскаваторы копают. Это вот буквально совсем недавно мы увидели. Интересно стало, что это такое. Подошли к плакату, посмотрели. Оказывается, это строительство очередной транспортной артерии, дороги, которая будет вести к станции метро Коммунарка. Вот как раз вот из этого района она пойдет параллельно Александре Монаховой. И прямиком вот туда, где виден этот ЖК «Москвичка», там у нас находится рядышком станция метро Коммунарка. Здесь уже, видите, остановку установили. И вот как раз эта дорога соединит Коммунарку со станции метро Коммунарка. Но устройка, конечно, кипит просто. Началась она очень-то корьяно, прям мощно-мощно. Это такое чувство. Я сначала подумал, что здесь какую-то высотку будут возводить. Очень срочно это требуется. Но плакаты говорят немного о другом. «Эксиды» становятся в Москве все более популярными автомобилями. И буквально уже на каждом шагу можно встретить такой же «Эксид» TXL. Очень популярен LX, VX. TXL не так популярен, но их тоже уже дофигища. Сегодня мы продолжаем работать с плиткой. У нас совсем немножко времени выдалось. И мы сделаем вот этот верхний ряд. Чтобы его сделать, необходимо вот в этой вот плитке сделать соответствующий вырез под кнопку. Ну и, естественно, саму плитку обрезать. Это довольно-таки тяжело. В плане того, что сделает этот вырез. И этот вырез я сделал в течение, наверное, часа-полутора с помощью вот таких вот сверел копьевильных. И с помощью, естественно, шуруповерта. То есть я по всему контуру, который уже заранее разметил, сделал вот такие вот высверловки. То есть высверлил дырочки по всему контуру. И потом вот это вот место я зачистил уже коронкой. Чтобы не было никаких острых таких вот выступов и углов. Соответственно, вот эта плитка, которая пойдет над чашей унитаза и на которой будет располагаться кнопка, она готова. Вот эта плитка тоже готова. Она уже вымерена, померена. Все как бы четко. Клей уже намешан. Поэтому можно приступать к поклейке. Верхний ряд плитки выложен. На сегодня мы работу заканчиваем. Мы потратили сегодня около 2,5 часов времени на это. Нам осталась вот эта вот полочка и вот эта вот колонна. Чуть попозже нужно будет вытащить вот эту вот штуку пенопластовую, которая вместо кнопки. Чтобы раствор плиточный клей не успел схватиться и не успел прихватить вот этот пенопласт к самой плитке. Нужно будет его выкрутить и аккуратненько убрать внутри клей. Так, убираем нашу такую заглушку. И здесь, так я всегда промазываю, просто вот это вот все, то что выступает, блин, упало вниз. В общем, вот это вот все, что выдавило, нужно убрать обязательно. Потому что иначе это все застынет и в дальнейшем будет мешаться. Поэтому все это дело лучше убрать. До внутренней части нашего бачка мы теперь можем добраться с помощью вот этого технологического отверстия, где у нас будет располагаться кнопка. Кнопка пока еще не вставлена, то есть кнопка отсюда выкручивается, снимается. Сюда устанавливаются две тяги и вы нажимаете кнопку, тяга там поворачивает крючочек и все это дело смывается. На самой кнопке две кнопочки, одна для маленького смыва, другая для большого смыва. Все это более подробно расскажу уже потом, когда буду устанавливать непосредственно чашу и эту кнопку монтировать. То есть вам все покажу, как работает, как все это дело устанавливать. Но это будет уже в отдельном видео и скорее всего где-то через месяц. Кстати, посмотрите толщину стены. Два листа гипсокартона это уже 25 мм, плюс 10 мм плитка это 35 мм, плюс небольшой слой клея это грубо говоря 4 см толщина стены. Также мы недавно заключили договор с компанией М2 из города Владимир, которые делали нашу кухню в кухню-гостиную нам. И мы у них заказали по нашему эскизу шкаф в нашу прихожую, вот в эту нишу. Стоимость заказанной нами шкафа, плюс доставка этого шкафа из города Владимир в город Москва вместе с заносом в нашу квартиру, но без его сборки, обошлась в 90 500 рублей. Из них мы сделали сейчас предоплату 40 250 рублей и будем теперь ожидать, когда этот шкаф будет готов. Ну а монтировать этот шкаф я собираюсь самостоятельно, своими силами и монтаж его буду осуществлять уже в апреле, потому что именно в апреле нам его привезут. Сегодня мы снова спустя, наверное, уже года два приехали в парк усадьбы Остафьева и увидели здесь уток. Уток в последнее время что-то нигде найти не можем, в Бутово не видели, хотя вроде бы по видео показывали, что они где-то там гуляют. Но лед там пока еще не сошел, поэтому уток там нет. А здесь такая небольшая как протальник это есть, там вон какой-то фонтанчик что ли, непонятно откуда вода идет, но утки вот к этой воде и скучковались. Разговаривать начали между собой. Вода здесь, конечно, вообще прям прозрачная, идеальное дно видно. Не знаем, как здесь летом, но сейчас просто чистейшая. Да надо как-то летом посетить, но не было где-то. Теперь мы ходим по парку и ищем белок. Белок пока не наблюдается, сугробы здесь сантиметров, наверное, по 50-60, как здесь белка будет искать свою еду, которую она ныкала всю осень, вообще непонятно. Ну попробуем найти, может быть они здесь и бегают сейчас. Показывать тот же самый парк только в зимнее время, который мы показывали в своих видео не так давно, мы думаем смысла особого нет. Поэтому если мы найдем белку, то белку мы обязательно покажем и покажем еще какие-нибудь красивые такие панорамы или виды, которые мы здесь увидим. Вот тут ветерочек, кстати. Вот походу здесь запустили воду, чтобы вода сделала вот такой вот небольшой участочек с водой, чтобы растопить лед и чтобы пролетели утки. А утки уже с собой приманили сюда людей, чтобы люди пришли на них посмотреть и подкормить. Вон утка батон уже несет, кто-то скинул батона кусок. Смотри, видишь батон, смотри. Гань. Вон, видишь утка с батоном бегает? Да. А все хотят у нее забрать. А, видите, да. Ну, как нам кажется, все-таки это сделано специально, потому что неспроста здесь вот такая вот штука, и из нее идет вода. Вон, видишь, вон, видишь. Вон, видишь.